В расчете. Бывшим работникам Устилимского автотранспортного предприятия погасили долги по зарплате. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Напомним, в апреле этого года бывшие сотрудники транспортного предприятия, 141 человек, объявили голодовку в знак протеста против того, что им задерживают возврат задолженности. По состоянию на 1 апреля с учетом выходных пособий, отпускных и других компенсационных выплат сумма долга составила около 10 миллионов рублей. Похитителей велосипедов задержали полицейские в Усоли-Сибирском. Преступники воровали двухколесный транспорт с балконов многоэтажек. Накануне в отдел полиции с заявлением обратилась женщина. Она недоумевала, как велосипед могли украсть с балкона третьего этажа. Оказалось, что за сутки это уже по второй подобный случай. В результате оперативных мероприятий полицейские вышли на след двух ранее судимых местных жителей 18 и 20 лет. В отделе полиции они дали признательные показания. Если вина подозреваемых будет доказана, их ждет до шести лет лишения свободы. Быть умным и эффективным специалистом станет выгодно. Российские законодатели предлагают пересмотреть систему оплаты труда и соцпакеты для чиновников, готовые соответствующие поправки к закону о госслужбе. В частности, планируется лишить чиновников части соцпакета и некоторых надбавок. За хорошую службу будет денежное поощрение до 40% от зарплаты. Нововведение коснется и отдыха. Дополнительные отпуска планируют сократить, в том числе и для госслужащих высокого ранга. Встреча героев. Ветераны Великой Отечественной войны накануне Дня Победы съезжаются в Иркутск. Сегодня их встречали на железнодорожном вокзале. Это фронтовики, труженики тыла из Устилимска, Тайше, Тачуны, Нижнеудинского и Братского районов. А накануне ветеранам ждали в аэропорту. Из отдаленных территорий Бадайбо, Киренска, Казачинско-Ленского района они добираются самолетом. Сегодня вечером уже автотранспортом в Иркутск приедут участники войны, ветераны труда и зимы Саянска и Тулунского районов. Сегодня ветеранов, которых мы встречаем и которые уже размещены в гостинице, будет организована экскурсионная программа. Они посетят авиазавод, они посетят различные выставки и обзорные экскурсии по городу. Основные мероприятия для ветеранов состоятся 6 мая. В этот день они возложат цветы к вечному огню, побывают на Амурском кладбище, а также возле памятника маршалу Жукову. День завершится торжественным приемом губернатора Иркутской области. Ожидается, что в праздновании Дня Победы в Иркутске примут участие 100 ветеранов. В Иркутске открылась выставка работ монгольских фоторепортеров, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторы экспозиции, представители Генерального консульства Монголии в Иркутске собрали около 50 фотографий. На них запечатлено, как народы двух стран жили в те тяжелые времена, помогали друг другу и вместе боролись за общую победу. На этой фотографии я стою с героем Советского Союза Носовым. Мне командиры сказали, что он мой ровесник, и попросили нас вместе сфотографироваться на память. Он стал героем 19 лет, и я на снимке рассматриваю его медаль. Я в среде 19 лет была награждена Орденом Трудовое Красное Знамя и медалью «Лучший скотовод Монголии». Вот так и получилось, что герои войны и труда двух стран стоят вместе. Во время войны Монголия отправляла в Советский Союз лошадей, средства на покупку танков и самолетов, зимнее обмундирование. На открытие выставки приехали полномочные посолы России в Республике Монголия Борис Говорин, представители областных властей, консул Кореи, журналисты, из Монголии школьники, а главное – герои, лица которых есть на фотографиях. Бронзу гран-при под дзюдо привезла в Иркутск из Хорватии Ирина Долгова. Иркутянка выступила в весовой категории до 48 килограммов и заняла третье место на престижном турнире, пропустив вперед двух представительниц Турции. Это награда третья в карьере 19-летней спортсменки. На этом я прощаюсь с вами и напомню, если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту asmrsobakoyandex.ru или звоните по телефону редакции 33 13 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...